вот вот воспользовался я эти квадрокоптером ссылка на него будет в описании до этого я делал распаковку его решил снять про него обзор после того как я на нем полетаю самое что главное это телефон должен быть частоту Wi-Fi иметь 5g на другом на просто не полетит без телефона полетит да но с помощью этого управления пульта он будет летать но не будет снимать и не знаю вряд он вернется обратно настраивается но очень легко главное иметь приложение и перед тем как запустить его необходимо все включить здесь включается кнопка запищал начал искать Wi-Fi и у вас должен быть включен в телефоне Wi-Fi и обязательно надо его сделать сопряжение как это называется и включена эта штука она минус конечно она почему-то часто очень пищит когда все у вас запущено тут калибровка 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 сделано будет так вот это три раза он по компасу определился по горизонтали провести он пипикнет потом вокруг своей оси он пипикнет можно ставить проверить программе приложение если gps определился можно запускать запускать с эти вот две вниз и вбок и заработают вентиляторы потом уже включаем вверх и он полетел долго я конечно два аккумулятора потратил некоторые все пока не помню как их каким управлять оказывается но я знаю что это движение но он висит на месте по кругу оказывается надо спит скорость нажимать ему показывать направление нажимать кнопку спит и он будет лететь управляется мол очень-очень замечательно когда у меня два разрядился аккумулятор я на третьем летел определился как им управлять он у меня долетел почти 800 метров но я уже испугался аккумулятора стал садиться и его пусти назад он очень быстро разгоняется почему-то возвращается много медленней но это не суть главное что возвращается и это тоже место можно конечно испугаться то что он когда подлетает он набирает высоту и медленно-медленно спускается сначала он зависает и когда у него садится аккумулятор начинает сам возвращаться обратно летают наверх и медленно опускается скорость как я сказал у него замечательную подымается он конечно всего на 120 метров высоту там не стопа стоит он пишет что он больше не может к сожалению снимает ну так из примеры съемки приведу все жалуются на то что у него стабилизация плохая мне кажется стабилизации более менее нормально вот само качество съемки оставляет желать лучшего хотя если снимать с высоты ну так можно насладиться панорамным видом конечно попробую конечно следующий раз сюда вот давайте присоединить вот этот свой маленький квадрокоптер просто запустить и сбоку его на скотче примотать и пускай он с ним вылетает поснимаем посмотрю как его качество будет сняты на квадрокоптере я конечно не воспользовался многими функциями это когда ему даешь знаки команды он их запоминает ты как-то ими можно пользоваться это я не понял так как там все по английски английское меню плюс вокруг объекта можно летать можно показывать ему траекторию по карте с этим я еще тоже не определился но я думаю такая возможность есть и думаю возможно такая неплохая смотрите как они расстроены когда он летит он пара практически на месте стоит она там еще можно телефона управлять этой камерой то есть вверх и нужны вниз не относительно неплохо получалось он он надо держать она падает долго не может почему-то невозможно не долго удержать в этом состоянии когда можно лететь снимать облака я так хотелось улететь выше облаков но не получилось кстати еще насчет качество видео мне кажется но еще довольно не очень хорошее получилось это уже не было солнце в солнечную погоду все таки даже любая мылица снимает относительно красиво и качественно в эту субботу я хочу сходить пробовать еще поснимать может быть солнце и получится более красивые кадры но сверху там будет видео когда я наконец догадался как управлять камерой я пустил и видно тундру вот по этой тундре я ходил и снимал такая леса тундра там с одной стороны тундры другой стороны лес мне кажется такую цену вполне хороший квадрокоптер как мне пишут говорят для начинающих самое то потому что он у меня первый кстати тоже чтобы видео снимать надо здесь придерживать секунд пять пипик и все будет снимать можно и приложение сразу на телефон снимать я тоже попробовал и там кстати можно говорить видео записывается со звуком но вот это вот этот пульт управления постоянно пищит это что постоянно если что-то не нравится начинает подписывать тоже квадрокоптер улетел далеко начал пищать и вот здесь тоже плюс на этой панельки показывает высоту и длину куда он улетел на сколько он такой тут не в телефоне здесь все показательно все классные джойстики крутится и до болтика можно управлять можно управлять приложение приложение телефон нажать там очень много меню большое я не то чтобы совсем не разобрался это как-то времени хватило ну и узнание английского языка у меня слабые надо будет посидеть поразбираться и в следующий раз может показать так что рекомендую посылки проходите посмотрите сумка у него отличная сумку я снимал в распаковке ссылку дам не буду здесь показывать этом и лучше убирать такое прямое место сначала я думал что он разобьет куда упадет ничего кстати там у меня еще запасные винты есть здесь можно себе представляет на ну правильно вот за счет вот этих вот палок он не разбивается встает вот сюда я хочу прикрепить экшн камеру не знаю как пролетит или вот ну сюда я конечно боюсь потому что о не надо чтобы симметрично чтобы не в бок не ехал в принципе как здесь он разобьет стекло как-нибудь придумаю так что у меня будет лишь и видео когда полетаю все из тут качество конечно полученными более такая качественно стали стабилизация здесь конечно есть 4к то что здесь хоть и заявлено 4к но он не выдает все сейчас я покажу несколько видео из леса и в конце как он летал как он снимает кстати я читал в отзывах его запускали он летал на 1200 метров я не рискнул потому что улетел за 800 метров и я его уже не видел все он пропал из виду я не знал где он что он там делает нужно разбился деньги и когда я нажал кнопку домой он все равно еще по инерции видимо продолжал лететь вперед потом смотрю все таки развернулся поднабрал высоту и полетел обратно на обратном пути он что-то стал немножко затухать почему-то он стал снижаться у нас сопки видимо там для него было высок высота нормальную а скорее всего да он вниз полетел там ты для него было видимо уже больше чем 120 метров он опускался потом сюда немножко поднялся полетел уже без подъема что ли не знаю почему так получилось что он уже начался не очень высоко издалека батареи хватает вот заряжается мне понравился он заряжается больше на восьми часов очень долго заряжается хватает и не знаю не стекал будет засеять минут на двадцать думаю хватает плюс я думаю если не снимать не тратить аккумулятор вот на этом все на съемки то должен хватить то что я периодически снимал опять же не умела так первый раз не знаем сами сидите но рекомендую такой главное посмотреть в конце качества как видео и и не судить строго так как было пасмурно те когда выходим сейчас полетим у меня сделал покажу где он там летает настроил вот там в тех тучах наверное он тучи высоко летел кстати кнопка домой проработает я уже проверял так высоко там 87 метров 384 полетим в другую сторону поменяем кстати фареноветел заисает вот где мы у меня на стык там я на стык вон уже что заправился спускается что уголовить его на патрик поняли еще полетаем как подожди на а об 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok